Микс Ньюс. Голос Америкса в Европе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях, как мы уже анонсировали, депутат Европарламента Андрис Америкс. Добрый день, хотя, не знаю, эта фраза «добрый день» наверное сейчас уже как-то не вписывается, с учетом того, что сегодня первый день, введенный в стране в чрезвычайной ситуации. Я знаю, что и в Брюсселе, и в Европарламенте тоже внесены какие-то коррективы в свете пандемии. Ну, я скажу, что, конечно, во всей Европе сейчас вносится очень много разных ограничений. Есть государства, которые закрывают границы, как Италия, к примеру. Ну, а что такое Брюссель и Европейский парламент? Это представительство депутатов, работников, ассистентов всех 27 стран. И, скажем, если сегодня Италия закрыта, из Италии избраны Европарламент 76 депутатов из 705. Ну, получается так, что они не могут, они, границы закрыты. То есть, они не попадают в Брюссель? Италия под ключом, и, то есть, чисто объективно, сейчас часть Франции тоже под ключом, и получается, что тоже там депутаты, ну, никуда не попадают. Поэтому на сегодня, конечно, это ситуация, которой никогда мы не соприкасались, и идет речь о таком отдаленном принятии решений. Но в первую очередь это, конечно, здоровье, и люди волнуются об этом. И, то есть, вот как, я думаю, что исходя из этого, будет очень много реформ в Европарламенте, в том числе надо новые технологии, если уж как в будущем смотреть, то, чтобы была связь, чтобы, возможно, было, ну, оперативно принимать решения. Это относится не только к Европарламенту, это Еврокомиссия, это Евросовет. Мы же знаем тут, что, вот, к примеру, президент Европарламента, господин Сосоли есть, итальянец, он неделю, так, примерно неделю назад, ну, поехал, он итальянц, он поехал в Италию, там, встречался по обязанностям своим, после этого приехал обратно в Бруссель, и официально объявил, что, так как он был, ну, как в таком районе, зоне риска, и он себя ставит карантин на две недели, то есть, он не уезжает обратно в Италию, а работает из своей квартиры в Брусселе, то есть, принимать решения, никто к нему подойти не может, только отдаленно, скайп там, еще телефон, и сам президент Европарламента сейчас еще сидит на карантине, да. – Пикантная ситуация, да, то есть, заседание ведет кто-то из его замов, да? – Заседания нет, он руководит просто административной работой сейчас парламент, потому что депутаты тоже все по домам, и я думаю, что эти технологии, это все, что касается будущего, да, это сегодня большой вопрос, тем более, тем более, ну, сейчас экстренно было принято решение выделить довольно серьезные средства, это 45 миллиардов, 45 миллиардов евро на соответствующей борьбой, ну, с этими последствиями, начнем с того, что касается, вот как в Италии, когда, ну, Италия закрыла все лыжные курорты, после этого, ну, итальянский бюджет профинансировал все эти издержки, и после этого и наши латвийские лыжники в том числе получили обратно, то есть, перед этим заплаченные деньги, то есть, это… – То есть, им компенсировали? – Им компенсировали, но надо понимать, что, как компенсировать, это бюджет, что сама Латвия и все остальные платят евро, 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 общий евро, ну, значит, портфель, или, назовем, сумку, или кошелек, после этого, значит, туда собираются, и после, то есть, из этих денег потом будут это возвращать обратно, это Италия, да, и факт, что Италия не единственная, и Латвия, и другие все остальные страны сегодня, ну, очень серьезно могут пострадать от всего, начиная от сового Air Bolt, от туристических фирм. – Там уже увольняются люди, 400 человек. – Ну, я могу только сказать одно, ну, такого, наверное, не бывало, много что бывало, много что мы пережили в нашей стране, в нашем мире, ну, такой ситуации, как сейчас, когда Трамп объявляет на 30 дней, что вообще все полеты закрыты для европейцев в Америку, да, ну, такого еще не было. – Да, вот такой вопрос, который хотел задать, значит ли это, что может экономику в Европе и Латвии в том числе, ну, затронуть рецессия, то есть, речь идет о том, что не будет больше экономического роста какое-то время? – Ну, я думаю, что сейчас никто еще не посчитал те потери, которые на данный момент существуют, это раз, два, я думаю, не только Европу, весь мир это затронет, и, то есть, конечно, можно отложить там, может, не знаю, строительство дома или еще что-то, ну, а техника стоит, ну, вот, то же самое, наш Air Bolt, ну, как, ну, он отменяет, то есть, нет, больше сегодня те, которые летят на этих самолетах, значит, надо отлагать рейсы, надо их, ну, скажем так, сегодня полностью отменять, и после этого, ну, как, самолет стоит, значит, амортизация, все, что касается… – Ариш, люди никуда не летят, командировки, бизнес страдает и так далее. – Да, я думаю, это, ну, очень сейчас такое, главное, что это обхачивает весь мир, это сегодня не является какой-то только одной проблемой Европы, я думаю, это мы еще, мне трудно сказать, я не хочу кого-то пугать, быть каким-то пессимистом, но мы однозначно видим, что люди сейчас теряют работу. – Угу. Еще такой вопрос, который не могу не задать, да, мы понимаем сейчас всю эту ситуацию с пандемией, ну, будем надеяться, что, дай Бог, что рано или поздно мы из этой чрезвычайной ситуации выйдем в какой-то нормальный режим, и, наверное, Европарламент вернется на работу, и опять-таки встанет вопрос тот, который, я так понимаю, до конца не решен, с этим многолетним бюджетом Европейского Союза, с еврофондами, на чем вы остановились до этой пандемии? – Вы знаете, я скажу так, сегодня для нас всех очень важный один аспект – это то, как мы все вместе будем жить в будущем. – Да. – И одно дело слова, много что высказывается в интернете, но я могу сказать так, для Евросоюза общим, ну, как бы, 27 сейчас стран объединены в одно экономическое пространство, путешествовать, учиться там, работать. А с другой стороны, вот 2,5 примерно года назад, когда вот этот Брексит состоялся, и Объединенное Королевство приняло решение уйти, конечно, поднялся вопрос. Ну, сейчас еще вот весь Евросоюз разбежится, и все, что касается вот этого, больше уже, ну, как бы, не станет. Могу сказать, что такое подозрение или такая опасность существовала 2,5-3 года назад. Сегодня я сказал, что нет. Сегодня, наоборот, страны друг к другу тянутся, и, наверное, основной причиной, почему Евросоюз сейчас более такой един в вот этих всех поступках, это то, что Трамп нам помог. Потому что президент Соединенных Штатов своими, ну, такими и заявлениями, и своими действиями хочет быть хозяином всего мира, и хочет так по-серьезному. И, в принципе, всем однозначно понятно, что отдельно к ним противостоять, ну, такое желание Америки очень сложно. И в этом смысле только вместе Евросоюз может противостоять, ну, такое, ну, как бы, желание Америки рулить всем. И, то есть, сейчас, да, это большая проверка, этот коронавирус, да, который задает много вопросов, как будет экономика жить дальше. Конечно, еще не подписан этот уходной, как бы, отходной или уходной договор с Объединенным Королевством. Я также хочу сказать, что сегодня для нас очень тревожно это то, что происходит на границе Греции и Турции с этими беженцами, да, потому что, как это ни было, да, но факт один, то есть, греческая граница – это тоже внешняя граница Евросоюза. И надо сказать, что тоже сегодня вот эта эскалация вот всех этих событий, она тоже, ну, как, так, давайте сейчас откроем коридор и очень большое количество, ну, беженцев, ну, сейчас куда они, в Германии, Франции, ну, их цель, там, не знаю, Швеции. Поэтому, в любом случае, надо сказать так, это сегодня проверка всего нашего сотрудничества. И семилетний бюджет – это одна из составляющих, потому что мы же понимаем, что 1% только государство платит за, ну, вот, европейский общий бюджет, 1%. Еще один вопрос, которого в связи с этим вот все-таки хотел задать. Мы знаем, что время от времени, ну, естественно, до пандемии в Брюсселе приезжали латвийские крестьяне и тоже там стояли и говорили о том, слушайте, ну, мы все прекрасно понимаем, но это совершенно несправедливо, ну, как можно конкурировать, когда страны и богаче нас, и крестьяне богаче нас получают субсидий намного больше, чем в Латвии, и эта ситуация продолжается уже годами. Да, она продолжается годами, и, к сожалению, не наши, ну, как страны, будем говорить, восточные стороны Евросоюза, это не только Латвия, Литва, Эстония, Польша, Венгрия, это страны, которые сегодня, ну, борются за то, чтобы эта конкуренция была равноправной, так можно сказать. Я скажу, что да, на будущем семилетнем бюджете надо сказать, что Латвия получит или латвийские крестьяне получат больше, но в любом случае это меньше, чем было бы справедливо получать, то есть шаг за шагом это, ну, как бы, это, это, это дефицит уменьшается, но в любом случае надо сказать так, то есть по-простому говоря, по-простому с уходом Объединенного Королевства, значит, если раньше Латвия, как страна, платила 1% от своего совокупного продукта, и заплатив 1%, так же, как все остальные страны платят 1%, то есть после этого получала обратно, вот этот, платишь 1 евро, получаешь обратно 4, вот сейчас, вот 7 лет, Латвия за каждый евро, который она заплатила в бюджет, получила обратно 4, то есть... То есть 1, ну, как бы, 1% от внешнего совокупного продукта заплатила, и 4%, ну, то есть минус 3% плюс, и мы, по сути дела, получали от Евросоюза 3% своего совокупного продукта. Сейчас по новым правилам, сходам Объединенного Королевства, мы тоже еще в плюсах, это мы будем также платить 1%, но предполагается обратно получить только 2,5%, а не 4%. И это получится, что на каждый евро, который мы платим, мы получаем обратно 2,5%, ну, минус, значит, 1,5%, 1,5% – это, ну, та, как бы, поддержка общей Латы. Туда входит и те же самые поддержки христианам, туда проходит и Кахезия, так, что дороги там, инфраструктура, но факт один, да, сегодня Латвия, так же, как и Литва, и так же, как и Эстония, считаются уже не нищие страны, а оказывается, они считаются сегодня, мы считаемся уже среднего уровня Евросоюза, из-за того, ну, что многие люди уехали, а когда делится, определяется совокупный продукт, он на тот объем людей, которые в стране живут, вот в статистике, а так как живут меньше, совокупный продукт получается больше, это в школе уже учатся. Еще такой вопрос, перед тем, как мы перейдем, может быть, к такой и латвийской политической жизни, все-таки вы, поскольку уже, наверное, сколько, наверное, полгода есть, как вы работаете в Европарламенте, время бежит быстро, вот, наверное, такой вопрос, к которому вы тоже себе, наверное, пытаетесь ответить, это вот предел возможностей, да, мы понимаем, что депутатов в Европарламенте сейчас, правда, меньше за счет ухода Великобритании, тем не менее, их очень много, есть очень большие страны, например, как Германия, с большим представительством в крупных фракциях, вот все-таки вы, наверное, сами для себя теперь уже поняли, вот это я могу, ну, когда избиратели к вам обращаются, вот это не могу, вот это вообще не у моей компетенции, вот как вы сами вот это ощущаете, предел ваших возможностей? Конечно, сегодня очень сложно сказать, что вот мы все можем, да, и... Да, хоть вы и в большой группе депутатской, да. Да, в большой группе, единственное, что мы видим, мы видим партнеров, у нас, ну, вот, скажем, в социал-демократичной группе еще есть подгруппа, называется она подгруппа депутатов северных стран и Балтии. Наши соседи, фактически. Да, это Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания. Вот мы как объединились в такой общей, вот у нас в социал-демократической фракции 16 депутатов, и вот если мы говорим по этому Балтийско-северному направлению, и в этом мы уже, мы каждый месяц делаем свои совещания, то есть определяется повестка дня, то есть потому что иногда, ну, есть центральная Европа, есть там, будем говорить так, южная часть, Италия, Португалия, то есть мы сегодня, да, единственный путь, один ты ничего не можешь делать, там или вдвоем, да, можно речь толкать и все. И то сложно иногда. А так вот, скажем, сегодня, учитывая вот эту географическую составляющую, это один из вариантов, как, ну, мы ставим свои акценты, то, что касается и того же самого семилетнего бюджета, или касающийся вопросов чисто организации работы в Европарламенте, но как это ни было, да, конечно, Латвия сегодня, имея 8 депутатов, которые распределены по 5 фракциям или политическим группам в Европарламенте, мы с Ушаковым работаем в социал-демократичной группе, ну, также есть народные партии, двое депутатов из Латвии, но факт только один, это неисполнительная власть, начнем с того, есть, это треугольники, и в этом треугольнике есть Европарламент, 705 депутатов, которых избрали, ну, то есть 450 миллионов, то есть сегодняшняя цифра, сколько, то есть Евросоюз, это 450 миллионов, с которых в выборах участвовало 250 миллионов, которые непосредственно по прямому избрали вот этих 700 депутатов, так что в этом смысле, да, то есть есть Германия самая большая, 99, это по договору, они больше не могут, хоть там еще сейчас, еще будет миграция, и в Германии увеличится количество, то есть максимальные, что вообще есть депутаты, это 99 максимум, ну, а остальное уже идет вниз, то есть уменьшение, вот Италия, как я уже сказал, 76, я понимаю, сейчас у нас… У нас будет небольшая пауза сейчас на рекламу, потом, не переключаясь, мы вернемся в студию, депутат Европарламента Андрис Америкс у нас в студии. Депутат Европарламента Андрис Америкс у нас в студии, напомню, кстати, и лидер партии «Честь служит Риге», и мы знаем, что сейчас в разгаре предвыборная кампания, возможно, из-за пандемии ее передвинут, вот этот срок выборов, тем не менее, вот как вам кажется, как вы оцениваете эту предвыборную кампанию, она действительно уникальна для Латвии, и в свете вообще распуска столичного самоправления, и в свете того, что этот период, ну, если не отложат, он очень короткий, всего ничего, вот этот марафон 25 апреля, по крайней мере, должны были быть выборы, как вы все это оцениваете? Я по правилам нашим, которые в Европарламенте, и, соответственно, по тому, как эта программа Америкс в Европе, я не могу сейчас комментировать эти политические выборы, и то все противостояние, я надеюсь, что все-таки когда-то они состоятся, раньше или позже, но ясно то, что в Европе непрерывно проходят разные выборные процессы, но с коронавирусом не соприкоснулись еще ни одни. Вот Франция, к примеру, у Франции тоже сейчас самоуправленческие выборы, сейчас вот ближайшие, если не ошибаюсь, тоже три или четыре недели, и как французы закрыли все, и школы, и университеты, ну, и даже рестораны, и бары, но ясно и другое, что они сказали, что самоуправленческие выборы во Франции остаются в силе. То есть даже они? Ну, мне очень сложно, я не могу уже сказать все, скажем, те аргументы, да, но та информация, вот, скажем, Брюссель сейчас, то есть как бы голова всего Евросоюза, можно сказать, что Брюссель – это только маленькая часть, это Бельгия, там больше, ну, разных представительств, и НАТО, и Евросовета, и Европарламента, и столько разных институций и организаций Брюсселя, что, по сути, Брюссель такой, ну, много-много интернациональный. А вот сейчас Брюссель принял тоже решение закрыть все, включая рестораны и бары, да, то есть вообще интересно, ну, что людям, которые практически две трети приезжают в Брюссель, что вообще, ну, и даже если они сейчас там, как, тоже сейчас под карантином сидят, да, то есть, но если говорить по Латвии или Франции или так далее, то ясно одно, что каждая страна принимает решение в соответствии, наверное, с интересами безопасности или какими-то политическими моментами. Франция сказала, что несмотря на то, что все закрыто, все закрыто, все тоже мероприятия отменены, значит, выборы будут. В Латвии, ну, мы сейчас пока все закрыли, и тоже пока нет общего решения, да, то есть это обязан принять сам наш парламент, ну, если такая ситуация будет, то, конечно, ну, как было сказано, что нет бюджета, ну, соответственно, есть только технические все соответствующие затраты, и что управление сегодня Рига, те управленцы, которые есть, они никаких политических вопросов не решают, то есть бюджет не принимают, это уже как политика избранных людей, ну, я думаю, очень сложная сейчас ситуация, потому что, то есть, наверное, посмотрим, как сейчас будет ситуация, касающаяся коронавируса, на следующие, там, будем говорить, три недели, потому что и школьный каникул, потом еще две недели, все закрыто, насколько и как будет разворачиваться общая ситуация, но в любом случае, ну, Рига без депутатов, наверное, не останется, да, ну, как куда-то и как-то надо все равно их избирать. Вот все-таки предположим, что выборы не отменили, переложили, или они продолжат, но в любом случае, все-таки у вас большой опыт работы в муниципалитете, нет таких опасений, что сейчас вот эти обещания, которые были на СЕМ, помните, чего только нам не обещают, три по пятьсот, там всем зарплаты, всем квартиры, что вот на выбор в своем управлении вот эта волна популизма захлестет еще больше, потому что конкуренция, как мы видим, очень большая, и начнут вот давать такие совершенно, может быть, невыполнимые с точки зрения и бюджета города обещания, не знаю, всем бесплатный проезд в общественном транспорте, там, доплаты, пособия, там, помните, были всякие обещания, звучали, муниципальные аптеки, там, лекарства, медиа, все бесплатно, все, только проголосуйте. Нет у вас таких опасений, и как вы думаете, вот Рижанина все, это не растеряется ли они вот в этом море конкуренции? Ну, я думаю, что везде, где мы смотрим, Латвия не исключение, во всем европространстве, и в Италии, и в Франции, посмотреть, какие там сегодня обещания дают, то, ну, в принципе, наверное, после того, что уже было, наверное, и когда в национальном парламенте были выборы, ну, много же, практически мы возвращаемся обратно, то, что говорил Репши, да, ну, как нельзя не обещать, да, то есть, и пока будут те, которые будут верить этим обещаниям, ну, или, не знаю, прическам, или каким-то, может быть, другим параметрам, то, наверное, это будет сложно как-то поменять, потому что нам всегда, мы хотим мыслить оптимистично, мы хотим мыслить положительно, и всегда хотим верить, что, ну, будет что-то лучшее, и если мы смотрим, ну, по развитию тому, у меня сейчас есть возможность это все видеть и в европейском пространстве, то есть, непрерывно выборы проходят, то правительство падает там, или там борются коалиции по всему пространству, и, конечно, это все, ну, как, в принципе, мы все с одного, как бы, дерева, да, или с одной яблони, и я думаю, что часть наших политиков учатся и студируют то, что говорят рядом, да, и еще что-то дополнительно прикладывают, ну, они слышали что-то одно, еще умножили на 10, да, но факт один, столько денег, сколько есть, и, следуя, как мы уже вначале говорили, сейчас, ну, будет, я думаю, очень сложно с деньгами, и чтобы обещать, ну, все равно это Латвия, это Рига, это Евросоюз, Союз, но надо понимать и то, что денег, ну, тем более сейчас Брексит там еще, так, англичане сами по себе сейчас, мне сложно сказать, насколько сегодня можно вообще быть совестью и обещать что-то такое, что, ну, является полным обманом, да, вот, 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 вот та есть та ситуация, и в этом, я думаю, что будет самое большое такие упреки, хотя, ну, везде политики, и сейчас, скажем, Европарламент тоже принял основную программу, скажем, зеленая, зеленая программа, так называемая зеленый курс, финансированием, да? Да, и очень большим финансированием, как бы необходим, там, чтобы закрывали все эти засоряющие отрасли, а с другой стороны, а с другой стороны, мы отлично понимаем, что, ну, для этого вот эти средства, которые предполагаются в том же самом семилетнем бюджете, это на всю Европу 7 миллиардов, 7 миллиардов евро на весь зеленый курс, на эту экологию, на все, ну, чтобы понять, вот сейчас на этот коронавирус, чтобы спасать всю ситуацию, как я сказал, выделено 45 миллиардов, да, из которых 4 миллиарда непосредственно на научные исследования, на технические снообщения и так далее, чтобы вырваться, 45, а на весь зеленый курс на 7 лет, да, 7, ну, только одна Польша и одна Венгрия говорит, что вот, чтобы там их угольные все эти промышленности переобрудовать, им в год нужно 7 миллиардов, да. То есть это какие-то, это получается сотни миллиардов. Да, поэтому эти, ну, довольно громкие заявления, касающиеся, ну, вот новых программ, они и в Европе сейчас очень сложно воспринять, тем более, еще раз повторю, что, ну, если мы смотрим, как это все сопоставляется с тем самым планами по 7-летнему бюджету, то нам сейчас идет дискуссия не о новых программах, а о обыкновенном, постоянном бюджете на 7 лет, который определяет уже существующие функции. То, что говорит «зеленый курс», это еще дополнительная инициатива, это не, ну, как бы, не входит еще, для этого еще сбрасываться надо дополнительно, а по основному бюджету пока есть вот большие дискуссии, касающиеся, насколько это возможно. Да, может быть, такой вопрос. Естественно, до пандемии мы видим, что происходило в нашей финансовой системе, тут премьер объявлял капитальный ремонт в результате нерезидентским банковским бизнесом мы покончили, но самое печальное, что и у латвийского бизнеса возникли проблемы с открытием счетов в латвийских банках, им закрывают счета и так далее. Как вам кажется, может быть, и Центробанк во Франкфурте вообще каким-то образом полностью самоустранился от этой ситуации, хотя мы понимаем, что латвийский бизнес, он не какой-то на одиноком острове. Если мы, как говорим, что мы все плывем в одной лодке, то значит должно быть какое-то общее регулирование. Или получается что? Латвия говорит, слушайте, латвийский бизнесмен, открывайте счет, где вы хотите, в Варшаве, в Вильнюсе, в Берлине, кстати, это и происходит. Только не в Латвии, но это же абсурд какой-то. Ну, я скажу так, да, во всей Европе сейчас это борьба с отмыванием денег, то есть как бы серыми деньгами, и сейчас даже специальную подкомиссию, это вот этот новый парламент, наш Европарламент, создал специальную комиссию по надзору тому, как финансовые потоки контролируются или оцениваются. Но надо сказать так, что то, что касается Латвии, по моему мнению, самый такой сложный момент, то, что не только сократилось количество денег, которые хранятся в латвийских коммерческих банках, но и сами банки испуганы, и сегодня практически очень мало заинтересованы в кредитовании. А если банк сегодня с таким даже нажимом не хочет активно участвовать на кредитовании, кредитовании, это оживление, опять активный процесс, ну скажем, предпринимательства, и то, что сегодня и говорит наш руководитель Латвийского центра банка, что в принципе главная задача сегодня это достичь ситуации, не только, что каждый евро был со всех сторон обнюхан, то есть был проверен, как он и где печатался, куда, как пришел, ушел, но чтобы это была заинтересованность, этого евро пустить в оборот, и чтобы он работал, а не хранился, ну, банки под семи замками, и вот эта испуганность того, что любой, ну, сегодня какой-то, скажем, транзакция может быть оценена, и банки там оштрафованы, и так далее, это сегодня, я думаю, ну, такое, очень, ну, мы перегнули, я думаю, эту ситуацию, и в этом есть большая ответственность сейчас и центра банка, и также руководителя правительства. Мой, такой последний вопрос, как председатель, честь служит Риги, все-таки, на ваш взгляд, ваше, не знаю, ощущение, опыт, что подсказывает, удастся ли, не знаю, защитить Ригу, это, кстати, много рижан беспокоит, меня тоже спрашивают, наши радиослушатели, в том числе, о каких-то непродуманных экспериментов, потому что мы так понимаем, то, что вы тоже говорили, ну, велик соблазн прийти, там, к власти определенным силам, и сказать, мы сейчас уже работать не будем, мы сейчас будем создавать бесконечные, знаете, следственные комиссии, где, что, когда, чего, уже никто не будет думать ни о дорогах, будет думать, как отомстить тем предыдущим, вот, есть шанс, не знаю, и учесть в своей Триге, вот, остановить вот эту вот, очень такую неприятную, наверное, тенденцию для рижан? Ну, мы всегда знаем, что часть людей, их главная программа, это прийти и посадить предыдущих. Да. То есть, и... Если не посадить, то, пока не имели заняться расследованием. Ну, цель-то одна, да, то есть, политическая программа посадить предыдущих, да, и, ну, это не исключение и в других европейских странах, но сейчас мы подошли к этому в нашем, в нашем случае. То есть, и кто-то более открыто, кто-то более так, более, ну, интеллигентно об этом говорит. Ну, смысл вообще такой, да? но это смысл не созидать, а, ну, как бы, наказать, так будем говорить, есть, или, то есть, о созидании, о каких-то новых желаниях, что-то... Инициатив никаких. Посадить, наказать, отомстить, да. Ну, я очень надеюсь, что, все-таки, слово, которое я употреблял, созидать, она будет иметь больше поддержки, чем, чем, как второе слово, которое мы говорили. Еще, может быть, вдогонку, буквально пару слов, ваше отношение к вот этой административной территориальной реформе, она Ригу захвала, ну, только косвенно затрагивает? Ригу очень косвенно. Посвенно, потому что фонд выравнивания, куда Рига все равно, видимо, перечисляла деньги в большом количестве, будет дальше перечислять, но хотя бы вот в общих чертах. Я в общих чертах считаю, что территориальная реформа нужна, и, конечно, многие сегодня защищают свои интересы, и также мы знаем, что на треть сократится депутатское количество, это, я считаю, экономия. Честно говоря, есть отдельные моменты, когда я не понимаю по Елгаве, или не понимаю по... Почему один год получился, а другой нет. а другой нет. Я думаю, что вот это такая уже прямая политика, остальное, я, честно, я поддерживаю эту территориальную реформу, я считаю, что она пойдет на благо Латвии, на благо Риги, но ясно другое, если туда, вот как говорят, есть город Резекне, есть город Дагобилс, нет города, нет города Елгави, или нет города там Венспилс, ну, я скажу, что, наверное, это такое похожее опять на наш небольшой политический детский сад. Да. Андрей Самерикс у нас был в студии, депутат Европарламента, я надеюсь на то, что на дальнейшие регулярные встречи... Мы будем регулярно два раза в месяц. Да, будем информировать наших радиослушателей о работе Андреа Самерикса в Европарламенте, большое спасибо. Программа финансируется группой европейских социал-демократов Европарламента SD Group.